Вы знаете, я категорически противник того, чтобы Россия воевала за Украину. Вообще, за кого-то воевать можно только в том случае, если речь идёт о угрозе тотального уничтожения или если речь идёт о людях, которых мы обязались защищать. Как, например, это было с Монголией в 1939 году, когда мы заявили о том, что будем монгольскую территорию защищать как свою собственную. В данном случае речь об этом не идёт. В данном случае речь идёт о внутреннем конфликте на Украине, и прямое вмешательство России в этот внутренний конфликт, я считаю, по крайней мере, преждевременным. Тем не менее, Россия должна занять вполне определённую позицию по отношению к этому внутреннему конфликту, потому что в этом внутреннем конфликте участвуют люди, принадлежащие в широком смысле к российскому миру. И Россия не может оставаться безучастной к их судьбе. Поэтому я думаю, что российской власти пора в этом вопросе проявить большую жёсткость, нежели это было до сих пор, и расширить все возможные способы поддержки наших соотечественников на территории Юго-Востока Украины, для того, чтобы оказать влияние на происходящее событие. Что касается перспектив развития этого конфликта, то они в большей степени будут зависеть от позиций Киева, нежели от позиций Москвы. У Киева в руках ключ к урегулированию этого вопроса. Если Киев проявит добрую волю к тому, чтобы договориться с той частью своего населения, которое требует федерализации, то конфликт может быть приглушён. Если такой доброй воли не будет, то возможны самые катастрофические сценарии развития событий. Продолжение следует...